Двое несовершеннолетних покончили жизнь самоубийством в поселке в Карагандинской области. Сегодня в Караганде приземлился спускаемый аппарат «Союз». Карагандинский шахтер впервые стал обладателем Кубка Казахстана по футболу. Сразу двое несовершеннолетних покончили жизнь самоубийством в Бухаржираусском районе. Трагедия произошла в поселке Березники. Школьников нашли повешенными в разных частях населенного пункта. Все подробности в следующем сюжете. Березники в шоке. Сразу два подростка свели счеты с жизнью. Рано утром 8 ноября в собственном сарае жительница села обнаружила своего 14-летнего сына повешенным. Реймбек Телейхан покончил с собой, накинув веревку на балку перекрытия. Спустя несколько часов лесопосадки на окраине села был обнаружен повешенным и 15-летний Нурлан Тимирбек, друг и одноклассник первого мальчика. Тело своего сына обнаружил отправившийся на его поиски отец. Только что похоронили ребенка Телейхана Реймбека. Все село скорбит. Все соболезни приносят родителям. Обе родители, это, я даже не могу сказать, это родители, которые очень трудолюбивые люди, порядочные. И воспитание, это многодетные дети. Здесь с обоих сторон ничего, даже никто не предвидел такого. Это друзья с первого класса, это все им завидовали, какие у них дружеские отношения были. Хорошие мальчики были. Нурлан был старостой в классе. У обоих оценки только четверки и пятерки. Оба подростка из благополучных многодетных семей. В школе учились хорошо, занимались спортом. Районный участковый инспектор охарактеризовал каждого положительно. В то, что такое могло произойти здесь, никто не может поверить. Они себя характеризуют очень положительно, учатся хорошо. Вот это за первые четверть они пропусков занятий не имеют, так как они на учете внутрешкольным не значатся. И на профилактическом учете по линии ГДН по делам несовершенствования тоже не состоят. Между тем в кармане одного из школьников мать обнаружила предсмертную записку, которая гласила «Отец, мать, прощайте, извините и простите». В местном отделе образования говорят, что ни преподаватели, ни друзья, ни школьный психолог не замечали у подростков суицидальных наклонностей. На школе это первый случай такой. Мы потеряли двух детей с 10 класса. Это трагедия сейчас для всего района. И мы принесли соболезнования родителям. Такого ранее в школе не было, в этой школе именно. По факту суицидов возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Тем временем на 1 августа текущего года, согласно статистике Департамента по защите прав детей, в регионе зафиксировано 30 попыток свести счеты с жизнью среди несовершеннолетних. Из них 8 случаев с летальным исходом. Ирина Камышова, Габедин Кружбеков, 1-й Карагандинский. Трое угонщиков пытались задушить таксиста. При задержании угнанной иномарки с преступниками, полицейским пришлось блокировать улицу своим транспортом. Благодаря решительным действиям страж порядка, трое разбойников были задержаны. Непростая работа у карагандинских таксистов. Вечером 9 ноября 35-летний водитель Ауди подобрал троих парней. Подозрения они не вызвали. На улице Вагонная, что возле Федоровского водохранилища, пассажиры набросили на шофера удавку и пытались его задушить. Водителю удалось вырваться и сообщить о нападении в дежурную часть юго-восточного отдела полиции. Был введен план перехват. Ауди заметили на улице Пичугина. Подозреваемые решили оторваться от погони и даже врезались в полицейский УАЗик. Бросили разбитую машину и пытались скрыться. Парней задержали. Ими оказались 28-летние безработные. Двое из Актаса и один карагандинец. Водированный ВВС. Уголовное дело возбуждено по статье 179-й, часть 2-й. Разбой совершенной группой лиц. В настоящее время проводится следственное действие. Будет избрано мероприщение. Избрано мероприщенное лест. Задержанным инкриминирует 179-ю статью, часть 2-ю Уголовного кодекса Республики Казахстан. Разбой совершенной группой лиц. Ко всему прочему, все трое оказались ранее судимыми за различные уголовные преступления. А сотрудники полка патрульной полиции, задержавшие преступников, были поощрены руководством Департамента внутренних дел Карагандинской области. Сергей Высокосов, Кайрат Рашидов, Марат Кукенов. Первый. Карагандинский. Прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь. Далее все самое интересное. Продолжение следует... Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Заниматься любимым делом и получать за это достойную плату – что может быть лучше? Впервые в Караганде мы предлагаем углубленный курс менеджера по туризму и директорские курсы «Стартап в турбизнесе». Программа курса включает работу с клиентами, конкуляция индивидуальных туров, работу с готовыми турпакетами, документы оборот при оформлении тура, паспортно-визовые формальности, правила лицензирования и многое другое. Углубленное изучение позволяет работать сразу после окончания курса на уровне профессионального менеджера с опытом работы или директора турфирмы. По завершению курса выдается сертификат. Набор ограничен. Справки по телефону 97 47 42 8 702 155 98 00. Сегодня в Караганде приземлился спускаемый аппарат «Союз» вместе с олимпийским факелом «Сочи-2014», который почти три дня провел на орбите. Все трое космонавтов чувствуют себя нормально, даже успевая шутить. Подробности в сюжете нашего корреспондента. Космический корабль был выведен на орбиту 29 мая текущего года и вернулся на Землю только сегодня. Он приземлился неподалеку от Джасказгана. Всех троих покорителей космоса встречали в карагандинском аэропорту Сарыарка. Поздравляю вас с благополучным возвращением на Землю, на благодатную Землю Казахстана. Благодатная Земля Казахстана к обычным тепло встречает. Сегодня была великолепная погода. Вы хорошо выполнили полетное задание, основное, которое у вас было. Ну и вы выполнили еще и дополнительное задание. Вы сегодня привезли на Олимпийский фактор. Самым опытным членом экипажа стал россиянин Федор Юрчихин. Это его четвертый полет. Американка Кара Найберг побывала в космосе уже второй раз. А вот Лука Пармитана из Италии стал дебютантом. Федор Юрчихин никогда не думал о том, что Олимпийский факел окажется столь тяжелым. Космонавт также отметил, что огонь Олимпиады имеет большое значение для всего мира. Все космонавты получили слова благодарности от Акима Горда Мирама Смоголова. В качестве подарка им были вручены традиционные дамбра и чапан. Николай Кровец, Габиден Курушпехов, Асхат и Бедулов, Первый, Карагандинский. Почти как на войне. У молодых ребят в руках боевого оружия, патроны всегда в запасе. Минувшие выходные в Караганде прошла игра в пейнтбол. Впервые в ней принимали участие представительницы прекрасной половины человечества. Что из этого получилось, наблюдал Николай Кровец. Место для состязаний выбрали на окраине города. В здании заброшенной психиатрической больницы. Перед началом игры инструктор рассказывает о правилах и как правильно пользоваться оружием. Первый урок для девушки запомнится надолго. В игре решили принять участие 20 карагандинцев. Команды разделились путем жеребьевки. После распределения одной из команд на руки надели красные повязки. Группа А заняла оборону в здании, а группа Б в окрестностях. После сигнала началось сражение. «Смысл этой игры заключается в том, чтобы попасть в противника. Это мирная игра. Можешь вызвать всю свою злость на человека, но ты его не убьешь. Просто так, может, синячок оставишь. Игра, которая позволяет тебе двигаться, развлекаться, отдохнуть с друзьями». Эта игра вызвала еще больше интерес у молодых ребят, потому что в ней впервые принимают участие две очаровательные девушки. Александра и Екатерина не пожалели, что потратили здесь свое время. «Вообще игра в пентбол, как игра, в принципе, интересная. Дает очень большой выброс адреналина. Для девушек участвовать не очень легко, я бы сказала. Да, но нам очень нравится. Мы видели очень много игр и решили принять участие. В принципе, мы не пожалели, очень понравилось. Ну, с девушкой в паре, в принципе, играть хорошо, если она не боится, сзади не остается. Девушки у нас не хуже пацанов сейчас с духом». «Такие игры нужны, считают участники и сами организаторы. Они отвлекают молодежь от вредных привычек, а самое главное – заряжают позитивной энергией». Николай Кровец, Асхат и Бедулов, Первый Карагандинский. На 18% повысилось количество преступлений в юго-восточном секторе Караганды. Администрация района имени Казбекби совместно с отделом полиции провели сход жителей улицы Волочаевской и микрорайона Степной-4. Хорошей традицией стало организовывать неформальные встречи населения с правоохранительными и административными структурами районов города. Прямое общение позволяет выяснить реальные нужды людей. Порой малые проблемы тянут за собой самые большие вопросы. Да и услышать оценку своей работы вне кабинета тоже не мешает. Сход проходил довольно бурно. Такие простые проблемы. Вот понятно, когда будет остановка. Когда остановка будет у нас. Сняли ее, потому что делали дорогу. Дорога нужная вещь? Нужная вещь. Дальше. Чтобы поставить новую остановку, необходимо... Вы когда-нибудь на той остановке стояли, когда ветер дует, солнце дует? Там нет ветра не спрятится, ни от дождя, ни от чего до той остановки. Такой натиск довольно сложно выдержать. Накипело у людей. Даже полицейским пришлось вступить в полемику. Насчет остановки. Мы обязательно направим письмо в Акимат города Караганды. Не район Акимат, а Акимат города Караганды. Я думаю, без внимания ваша жалоба не останется. Нерешенных вопросов накопилось достаточно много. Тут и тепло, и старые дедовские, и детские площадки, и вырубка сухих деревьев. Только КСК с таким количеством вопросов просто не в состоянии справиться. Каждый год в газете, по телевизору говорят, что наш двор на Волочайской подлежит этому, реконструкции всей. Но до сих пор никто не чешется, никто ничего не делает. Обратились жители и к полицейским. Только этим летом вычистили кушары. Прошло несколько месяцев, и все опять по-старому. Дети боятся мимо них ходить. А благородить, кушары вот эти все повыпиливать, кто должен? Ну, наверное. Там невозможно. Правительственная трасса. Ездит президент, ездят премьеры. Прячься, стреляй, что хочешь делать. Протестуют жители и против стихийной дворовой автостоянки. Вот подъезд номер два, например, стоит две или три машины. И мы собственный подъезд проходим, балансируя, я не знаю как. Но большинство волнует воровство. Крадут из квартир и из тех же машин, оставленных во дворе. В двух или в трех квартирах воровство произошло. Днем? Днем. Причем полодиннадцатого утра воровство было. А кража машин? Да, вот недавно было. Были порезаны шины у одного парня. Вообще сняли колеса. С той стороны колеса снимали. Порядок во дворах – дело общее. Это понимают все. Но есть вопросы, которые могут решать только власти. И улучшение качества нашей жизни в быту – тоже немаловажная задача. В этом и состоит забота и уважение к карагандинцам. Для этого и собираются сходы. Кроме того, были разъяснены людям порядок парковки автомашин, порядок охраны своих имуществ, порядок обращения в своей вероинности по совершенным преступлениям. И также хочу обратиться к жителям юго-условичного сектора, вообще города Караганды, охранять бережно свои имущества. Время все расставляет по своим местам. Вот только вопрос – как долго ждать? Благодарим за этот сход, что все-таки собрали. Здесь и Акимак, представители милиции, что много вопросов должно решиться. Но мы надеемся, что, что сегодня было сказано, будет выполнено. Сергей Высокосов, Кайрат Рашитов, Марат Кулкенов, Первый Карагандинский. Вчера в нашем городе запускали в небо воздушных змеев. В этом интересном занятии приняли участие несколько десятков карагандинцев. Среди них и наш корреспондент Николай Кровец. О данном мероприятии карагандинцы узнали через интернет. Организаторы создали группу ВКонтакте под названием «Скучно жить не вредно». С детства один из организаторов мероприятия Владимир Носырев мечтал запустить воздушного змея в небо, но осуществить ее мог сравнительно недавно. Оказалось, что не только он мечтал об этом. Я вот с детства мечтал, с детства хотел, как первый раз довелось. То есть осуществил, так скажем, свою детскую мечту. Как видите, конечно, некоторые были обеими руками за, но в основном у нас люди такие, которые, так скажем, просто лень выходить куда-то в свой законный выходной. Анастасия Любчанская, когда узнала, что в нашем городе будут проходить необычные мероприятия, не только сама пришла, но и привела своих родных. Я очень счастлива. Во-первых, я очень собиралась, работала, не могла прийти и позвала маму с братишкой. И очень попросила, чтобы они пришли. И они пришли, и тоже здесь запускают змеев. И я убежала на часик с работы, потому что я очень хотела посмотреть. Надо просто проводить больше такого. Но это намного интереснее, чем ходить по клубам. Для того, чтобы запустить воздушного змея в небо, в первую очередь нужно само сооружение. И самое главное, огромное желание. Очень даже интересно, очень заманчиво. Люди, я посмотрел, уже радуются. И хотят, как и по-моему, продолжения. Запускать в небо воздушных змеев организаторы планируют еженедельно. Все зависит от того, сколько желающих карагандинцев захотят в нем участвовать. Николай Кровец, Сергей Высокосов, Первый Карагандинский. Сегодня весь мир отмечает День энергосбережения. Карагандинцы его тоже празднуют. В Политехническом университете продемонстрировали свои лучшие инновационные проекты по экономии и сохранению энергии. Продолжит Алина Акбаева. Али Мехтиев, доцент кафедры технологии и связи, демонстрирует международный проект солнечной электростанции. Уже совсем скоро его реализуют не на бумаге, а в жизни. Над разработкой такой станции работали профессоры и студенты вуза. Здесь впервые используются двухсторонние солнечные панели. Это альтернатива дорогостоящим аккумуляторам, которые имеют малый ресурс, говорят специалисты. Этим проектом мы занимаемся уже второй год. У нас уже во дворе строится экспериментальная установка. Мы не ждем никакой помощи. Стараемся решить проблему сами. Находим спонсоров. И уже возводится такая данная установка, которая будет вживую работать, натурно выдавать электрический ток на нужды к РГТУ. А это еще один проект по энергосбережению. Система нового вида транспорта пока еще только в экспериментальных образцах. Однако, по словам профессора Юрия Николаева, в ближайшее время начнется внедрение ноу-хау на производство. Инновация позволит решить подъем больших объемов горной массы из шахт, при этом не затрачивая много энергии. Тем самым снизится себестоимость полезных ископаемых. Поэтому создание новых машин, шахтных, пневматических, подъемных установок и карьерных в том числе, позволяет принципиально по-новому решить эту всю проблему. То есть сделать экономически эффективным отработку горных предприятий до их предельных глубин. И это очень ценно и важно. Вопрос энергосбережения стоит сегодня остро. К примеру, члены общественного объединения ШПИРа по использованию ресурсов и энергии выйдут со своими идеями в народ. Общественники проведут семинары в школах, учащимся расскажут, как рационально можно использовать то, что дала природа, тем самым сохранить окружающую среду. Это образовательная и практическая деятельность. В проемках образовательной деятельности проводятся различные семинары, мастер-классы для преподавателей и школьников. Ну а практические энергосберегающие меры – это меры по теплоизоляции школьных учреждений. Также у нас проходили мероприятия по замене освещения на энергосберегающие. Алина Акбаева, Жасулана Мандыхов, Марат Культенов, Первый Карагандинский. А теперь к новостям спорта. Карагандинский шахтер впервые стал обладателем Кубка Казахстана по футболу. Накануне горники обыграли футбольный клуб из Тараза со счетом 1-0. Решающий матч за трофей состоялся на стадионе Астана-Арена. Несмотря на травмы, на поле столичного стадиона вышел основной состав горников. Тем не менее, более активно встречу начали футболисты Тараза. Опасность в основном приходила с флангов, где выделялся полузащитник Эдуард Сергеенко. Однако обоюдные атаки так и не принесли результата в первом тайме. На табло после 45 минут игры – 0-0. Второй тайм оказался более зрелищным. Карагандинские футболисты активизировались и начали прессинговать ворота соперника. Андрей Финонченко и Роджер Канис не воспользовались шансами. А вот лучший молодой игрок чемпионата Казахстана Сергей Хижниченко был точен. Итоговый счет на табло – 1-0. Карагандинский шахтер впервые стал обладателем Кубка Казахстана. Заветный трофей вручали глава государства Нурсултан Азарбаев и президент УИФА Мишель Платини. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества, любой сложности и на заказ – балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Алюгал. На этом у меня все. Напоминаю телефон новостной службы 1-го Карагандинского 4206-49. Звоните, если у вас есть интересная информация. Смотрите на завтра в это же время. Всего доброго. Аман Саубонсдар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин